Вдохновленная стройными и упругими телами в интернете, Марина решила приобрести абонемент на Пилатес. Девушка оплатила сразу год тренировок. Вот только красивая фигура так и осталась в мечтах. Фитнес-центр закрылся. Вместо возврата денег мне предложили посещать эту сеть в самом ближайшем городе Новосибирске. Также мне предложили возможность заниматься дистанционно, но приобретала услугу я совершенно другую, поэтому дистанционные занятия мне не подходят, да к тому же они не мотивируют заниматься виртуально. Я хотела посещать вживую с персональным тренером, чтобы мне оказывали услугу непосредственно. Если изначально договор подразумевал такие изменения, например, как в случае нашей героини занятия в другом городе, то здесь все правомерно. Но если предприниматель в одностороннем порядке изменил условия договора, то это уже грубое нарушение. В идеале исполнитель должен пойти на мировую. В таком случае вы можете расторгнуть договор, но если уже успели воспользоваться услугой частично, придется оплатить часть расходов. Далеко не всегда исполнитель услуги идет навстречу. И такие жалобы периодически поступают в Роспотребнадзор по Алтайскому краю. Специалисты управления разъяснят полностью алгоритм действий, то есть как нужно составить претензию, как ее направить, как вручить. Если потребитель уже обращался с претензией к исполнителю услуг, то как составить исковое заявление и окажут помощь в судебной защите. Если дело все же дошло до суда, потребитель может рассчитывать на компенсацию. По закону положено за каждый день просрочки 3% от стоимости договора. Также потребитель вправе рассчитывать на возмещение морального вреда. И при удовлетворении требований потребителя в судебном порядке с исполнителя взыскивается штраф в размере 50% стоимости договора. Сложности могут возникнуть и при покупке услуг в интернете. Например, если человек решил выучиться на астролога онлайн или пройти марафон желаний. Специалисты поясняют, прежде чем перевести деньги коучу, наставнику, консультанту, попросить и предоставить информацию. Лучше, если это будет договор оферты, отражающий юридические и фактические адреса ИНН, ОГРН. Так потребитель сможет обезопасить себя и в случае чего вернуть деньги. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.